Добрый вечер, как всегда, в этот день и в этот час на телеканале «Вариант» программы «Врач на дом», как всегда. Мы будем говорить о том, что вас, уважаемые телезрители, беспокоит. Мы будем говорить о здоровье. Сегодня у нас в гостях заведующая поликлиникой онкологического диспансера Ирина Ласова. Ирина Евгеньевна, здравствуйте. Добрый вечер. Ирина Евгеньевна, наверное, я скажу вещь, которая известна всем. По статистике, по смертности онкология занимает второе место. Я имею в виду причины смертности человека. Специалисты называют злокачественное новообразование достаточно объемчатое и расплывчатое по-всякому. И хотелось бы поговорить об этом более подробно. Какие онкозаболевания, по крайней мере, во Владимирской области, у нас на территории, наиболее, наверное, распространены. И, собственно говоря, кто попадает в группу риска. Ну, как и на всей Центральной России, первое место занимает заболевание молочной железы у женщин, гинекологического профиля заболевания, рак тела матки, рак шейки матки. У мужчин это рак предстательной железы и мочевого пузыря. Часто мы встречаем. И, как ни странно, заболевания кишечника. Разные отделы. Начиная от прямой и все отделы кишечника. В настоящее время ничего не поменялось в приоритете, скажем так, рака. Страдают, как правило, и мужчины, и женщины одинаково. Но женщины более чаще, потому что, наверное, они все-таки более неравнодушно относятся к своему здоровью. И своевременно обращаются за медицинской помощью к различным специалистам. То есть, вы хотите сказать, что у женщин диагностируется рак чаще только потому, что они обращаются к доктору вовремя? Да, в силу различных причин они более ответственны. И при появлении признаков болезни, как правило, их врачи, это гинекологи, это терапевты, и женщины всегда более чаще обращаются. Мужчины в силу, может быть, своих физиологических каких-то особенностей, да, они стараются в самый последний момент прийти к доктору своими проблемами, когда это уже, можно сказать, неэффективно, скажем, во многих случаях. Мне хочется верить, что наши мужчины обязательно прислушаются к тому, что вы сказали. Да и, собственно говоря, вы подтвердили теорию Дарвина, да, что мужчины и женщины произошли от разных обезьян. Уж простите меня за столь фривольную шутку. Я не просто так спросил вот об этих заболеваниях, кстати, кстати, поговаривают, что рак молодеет. Это правда? Да, среди молодого возраста чаще, наверное, в силу того, что есть возможности диагностические более современные, среди молодежи часто очень диагностируется ряд онкологических заболеваний, но в нашем случае, кроме того же рака молочной железы среди девушек, диагностируется лимфопролиферативное заболевание, которое характеризуется увеличением лимфатических узлов, болезненностью, подъемом температуры, слабостью. И, как правило, родители таких взрослых детей, скажем так, обращаются либо к хирургу, либо к терапевту, ну, с жалобами выше, которые я сказала. И уже в ходе обследований, УЗИ, сдачи клинических анализов, и уже попадя в нашу клинику, вплоть до биопсии этого лимфоузла, диагноз, в принципе, поставить невозможно. Только когда уже диагноз верифицирован, назначаются специальные виды лечения. Как правило, они эффективны в данном случае. Я прошу прощения. Нашу беседу мы с вами чуть попозднее продолжим, а сейчас я предлагаю принять первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. А, добрый вечер. Здравствуйте. Вот вы знаете, ни в кое случае не хочу обидеть вас и вашу гостью, но просто вот хочу, скажем так, сделать такой эпиграф, который любила в фильме Мюнхгаузена. Он лицо еще не признак ума. Все глупосты на земле делаются именно с этим выражением лица. И поэтому вот наше здравоохранение будет. Замечательно. Я, собственно говоря, не понял, что мы хотели сказать, но, видимо, наши зрительницы не слишком понравились наши лица. К великому сожалению, такое бывает. Но мы с вами не 100-долларовую купюру, чтобы всем нравиться. Это нормально. Давайте продолжим нашу беседу. Мне хочется верить, что следующие вопросы все же таки будут по теме, а не с комплиментами этого вот рода. Ирина Евгеньевна. И в продолжение темы. Сейчас, да и сможет так выразиться, запустился национальный проект здравоохранения. Он охватывает, если память не изменяет, порядка восьми направлений в медицине. Одно из них как раз онкология. Вот скажите, пожалуйста, к чему вот этот вот проект запущен и чем он, собственно говоря, может помочь людям, либо страдающим онкологическими заболеваниями, либо же, ну не знаю, может быть, еще кому-то. Ну, все проекты, которые внедряются правительством, прежде всего, все стремятся к тому, чтобы было раннее выявление онкологической патологии на более ранних стадиях, когда можно помочь человеку. И, конечно же, это расширение спектра лечения и диагностики, то есть большие вложения именно в эту структуру. Это закупка оборудования, это внедрение новых методик лечения, как хирургических, так и сочетанных. У нас, вы знаете, что кроме хирургического метода имеется химиотерапевтический, лучевой метод, и все это требует огромных вложений и закупки большого дорогостоящего оборудования. Кроме того, в химиотерапии внедряются более новые современные схемы лечения, требующие также закупки дорогостоящих химических препаратов, которые вводят пациентам. Поэтому все нацелено на то, чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь именно в онкологии. Что касается первичного звена, здесь тоже очень большие перспективы в том, что огромное финансирование именно для организации первичных амбулаторно-поликлинических отделений. То есть, по-русски говорят, обычных поликлиник? В обычных территориальных поликлиниках, приписное население которого более 50 тысяч. Организуются такие отделения. И вот недавно мы получили бумагу, что это должно быть уже с 1 мая. То есть, организации таких кабинетов. Ну, я так думаю, что среди наших городских учреждений это более крупные учреждения. Городская больница номер 5. В Муроме у нас онкологическое отделение уже существует. В Коврове онкологическое отделение. Гусь-Хрустальный район уже, наверное, будет включен в эту программу. Киржач. Поэтому работы очень много и прогноз на самое лучшее. Вы знаете, интересно, как врачи, скажем так, комментируют вот такой, я не знаю, эпидемией, конечно, назвать нельзя, но, скажем так, достаточно большой процент населения страдает онкологическими заболеваниями. То есть, это благодаря тому, что они выявляются? Раньше люди тоже страдали и не выявляли заболевания? Либо же это что-то повлияло в последние годы на наше здоровье? Ну, сложно сказать на этот вопрос ответ. Нет, я думаю, что болеют так же, но в силу того, что выявляемость все-таки лучше, все-таки работают наши мероприятия по диспансеризации, по периодическим осмотрам, предварительным осмотрам, потому что в перечине этих медицинских осмотров все-таки включается очень много исследований, на основе которых можно заподозрить что-то. Вот, поэтому я думаю, что здесь все-таки работа вот именно по ранней выявляемости большую роль играет. А диспансеризация, она, скажем так, достигает своих результатов, которые изначально были, ну, не знаю, которые изначально хотелось бы изначально их получить. Почему я это говорю? Потому что я вспоминаю, допустим, диспансеризацию, ну, в то же советское время, я сейчас просто не проходил ее, но я помню, что все зависит от врача. Либо врач это делает внимательно, осматривает человека, либо просто ничего не беспокоит, оставил за колючку печать, осмотрена, и все, и ушел человек. То есть вот здесь диспансеризация играет какую-то роль в выявлении? Ну, большую роль и отношение населения к диспансеризации изменилось. Если раньше как-то все поверхностно, человек относился к этому, то сейчас видят уже результаты диспансеризации того же соседа, тех же знакомых, которые сказали, вот я на диспансеризации прошел, у меня там что-то нашли, и я пошел. И это большую роль, толчком является для гражданина, и он все-таки самосознательно идет на диспансеризацию. И нельзя сказать, что доктор просто поставил печать, и все. Потому что существует несколько этапов диспансеризации, и если при прохождении первого этапа будет заподозрено какое-либо заболевание, не будем говорить, что это онкологическое заболевание, то человек автоматически идет на второй этап диспансеризации, который включает в себя уже более расширенные перечни диагностических процедур для выявления и установки диагноза. Замечательно. Предлагаю принять очередной телефонный звонок, затем продолжим нашу беседу. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Дело вот в чем. У меня на теле появляются якобы родинки такие. Они растут. Сначала маленькие, мелкие, потом больше горошины. Потом они превращаются в бородавки. И по всему телу много, конечно, уже таких вот появляется. Что это? Хорошее явление или нет? Спасибо. Явление закономерное. Судя по голосу женщины уже далеко за 50, я так думаю. Все это связано с гормональным статусом женщины. Как правило, в этом возрасте под воздействием опять-таки солнечных лучей, а сейчас все любят у нас дачи, дачный сезон открывается, все-таки стараться не подвергать поверхность кожи прямым солнечным лучам. И, естественно, если эти образования все-таки травмируются, кровоточат, то их желательно, конечно, убрать. Хирургическим методом в нашей клинике это широкое электроисечение. В других клиниках платных это лазерное воздействие. Ну, здесь надо обращаться все-таки к онкологу или к косметологу? Здесь вопрос очень интересный. Данный этап все-таки больше будет для онколога, осмотр которого очень важен. Именно онколог и при осмотре, при проведении дерматоскопии, это специальное устройство, которое увеличивает это образование, и он может просмотреть контуры этого образования, насыщаемость пигментом этого образования. Он уже может сделать заключение. Значит, это доброкачественное или все-таки заподозрить, что не самое хорошее образование. И уже здесь включаются стандарты обследования для наших онкологических больных. То есть обязательно это соскоп, с этого образования, цитологическое срочное исследование, которое нас все-таки определит, это доброкачественное или злокачественное. Если это доброкачественное, это по желанию пациента можно убрать. Если это злокачественное, то это однозначно убирается. И в дальнейшем это гистологическое исследование, на основании которого мы можем определить тип и структуру опухоли. Ну, собственно говоря, наши телезрительницы, как я понимаю, следует обратиться, как вы говорите, в первичное звено, то есть в поликлинику, а далее уже, что называется, пойдут необходимые процедуры, необходимые исследования. Замечательно. Я предлагаю прерваться на короткую рекламу, затем вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь. Пролетела короткая реклама на телеканале «Вариант». По-прежнему в эфире программа «Врач на дом». По-прежнему у нас в гостях Ирина Власова, заведующая поликлиникой областного онкологического диспансера. Ирина Евгеньевна, не могу все-таки не спросить. Онкология, что это? Это приговор или болезнь, хоть и трудно излечимая? Вообще, стоит ли пугаться онкологией, излечимая ли она в принципе? Есть ли такие примеры, что человек, да, у него диагностировали какое-то заболевание онкологическое, затем прошел либо курс химиотерапии, либо, я не знаю, еще какой-то курс лечения, и человек уже не заглядывает в больницу какое-то определенное длительное время? Ну, не заглядывать в больницу он не сможет, потому что есть динамическое наблюдение таких больных, которые после специальных видов лечения у нас уходят в ремиссию болезни, то есть полное выздоровление, оно не ставится никогда, а ставится ремиссия болезни, и пациенты подвергаются динамическому наблюдению. Вот, кстати, вот эта реализация национального программы по онкологии, она и включает, что динамическое наблюдение было более доступно для населения именно в этих амбулаторно-поликлинических отделениях, которые также будут оснащены диагностической базой, такой же, как и наш диспансер, и это все-таки разгрузит работу диспансера и будет нацелено все-таки на лечение первичных онкологических пациентов, когда им нужно срочно начинать специальные виды лечения. Все наши тактики лечения определяются комиссией, консилиумом врачей, как вы знаете, это врач-химиотерапевт, это радиолог, это врач-анестезиолог и, естественно, заведующие онкологи узкоспециализированных отделений. Тактика лечения и план лечения вырабатывается на комиссии и уже с учетом стадийности болезни, с учетом гистологической верификации все-таки оценивается эффективность лечения после каждого курса проведенного лечения. В нашей практике, да, такие больные есть, их много, которые сейчас на динамическом наблюдении, есть те, которые длительно были в ремиссии, но болезнь возвращается, которые опять вступают в стадии специальных видов лечения, то есть повторных курсов химиотерапии, лучевой терапии, либо хирургического лечения. Вот карточки бывают очень большие, то есть по 10, по 12, по 15, это большой успех, особенно у женщин с молочной железой. Очень эффективно работает онкодиспансер, и больные довольно длительно находятся на динамическом наблюдении. Ирина Евгеньевна, я, пожалуй, сейчас задам совершенно дилетантский вопрос. Наверное, на прошлой неделе разговорился с товарищем, и что-то он говорил. Он говорит, верить врачам, не верить врачам, не знаю. Говорит, вот был у него дедушка, диагностировали у него рак на последней стадии. Он сказал идти к доктору, пошел к какой-то знахарке, та пошептала, каких-то корешков дала попить. Или когда он пришел на прием к врачу, врач посмотрел, говорит, ты еще живой? А когда проверил, раковая опухоль сам чудесным образом исчезла. Я не знаю, я, как говорится, за что купил, за то и продаю. Правда это или не правда, не знаю. Вот вы верите в такие чудо исцеления? Что это может быть? Нет, не верю. Я все-таки доктор из практики. И если, как вы описываете ситуацию, то был ли рак изначально у этого больного, как говорится, вот, и никакими народными способами рак не лечится, однозначно. Все это в практической медицине, разработаны стандарты, проведены исследования воздействия препаратов, лучевой терапии. Все это доказательная медицина, поэтому все-таки прямая дорога при выявлении или подозрении на онкозаболевание, это все-таки к онкологу и в наш диспансер, естественно. У нас остается совсем мало времени. Поэтому хотелось бы, наверное, услышать ваши рекомендации нашим телезрителям, которые вы можете дать, прежде чем завершиться наш эфир. Я имею в виду, стоит ли бояться, не бояться врачей. С чего начинать? Какие признаки могут быть у больного, у которого, допустим, появляется онкология? Ну, вы знаете, когда человек встречается с данным диагнозом, когда только-только на первом этапе где-то у него заподозрили заболевание, каждый человек в воле своей психики может реагировать на эту новость по-разному. Кто-то начинает вести себя агрессивно по отношению ко всем окружающим, кто-то берет себя в руки и начинает долго и упорно настраиваться на лечение, на позитив, ну, а кто-то просто нейтрально поддается течению, действуя своих родственников, ну, и безволен тоже в данной ситуации. Типажи разные, но я бы хотела всем посоветовать одно. Если все-таки диагноз, подозрение на онкозаболевание есть, то нужно четко определиться. От участкового терапевта, если у вас нет врача-онколога, вы получаете направление в онкодиспансер. Вы, естественно, попадаете в онкодиспансер. Есть сроки и дообследований, и уточняющие диагнозов. Этого бояться не надо. В любом случае, вы попадаете на нашу комиссию, где вам разрабатывают план лечения согласно стандартам лечения. Такие же стандарты и в федеральных клиниках нашей России, и поэтому мы лечим не хуже, чем в Москве, в Нижнем Новгороде, в ближайшие крупных городах. Поэтому лучше лечиться в стенах родного диспансера. Причем специалисты у нас все с высшей категорией, все опытные специалисты, и все виды лечения у нас имеются в онкодиспансере. То есть, к сожалению, время практически подошло к концу. Можно сделать вывод, что не стоит бояться врачей, лучше обратиться и получить помощь, как говорится, из первых рук. Ну что ж, мне остается сказать огромное спасибо нашим телезрителям. Спасибо вам, Ирина Евгеньевна, за то, что приняли участие в нашей программе. Врач на дом на сегодня завершает прием, так можно выразиться. А далее мы познакомим наших телезрителей с возможностями сети клиник доктора Шаталова. Итак, отправляемся в клинику Орн Медикал. Добрый день, меня зовут Шаталова Екатерина Олеговна. Я являюсь рефракционным хирургом сети клиник доктора Шаталова. И сегодня я с удовольствием проведу для вас мини-экскурсию по нашему центральному филиалу клиники Орн Медикал в городе Орехово-Зуево. Пойдемте? Уже более 16 лет наша клиника успешно занимает лидирующую позицию среди медицинских центров, оказывающих услуги в сфере офтальмологии во всем Восточной Подмосковье. За эти годы плодотворной работы наша сетка настолько расширилась географически, что мы присутствуем не только в Московской области, но и в Липецкой области. На данный момент в нашей сети представлено 7 клиник, в трех из которых располагаются современные операционные блоки и комфортные как круглосуточные, так и дневные стационары. Приятной новостью для жителей нашего города и гостей нашего региона Восточного Подмосковья является то, что буквально на днях мы официально откроем новый центр микрохирургии глаза в самом центре нашего города, на улице Ленина. Мы будем рады приветствовать вас там. Полноценный современный комплекс диагностического оборудования, операционные блоки современные, а также круглосуточный дневной стационар будут работать буквально через две недели. В клинике Орн Медикал мы также не стоим на месте, мы отвечаем запросам наших пациентов, пожеланиям. И не так давно мы открыли новые направления, это витрио-синальная хирургия, самая сложная часть офтальмихирургии, точная, высокотехнологичная и дорогостоящая. На данный момент эта процедура будет доступна как по квотам по полюсу ОМС, так и на платной основе. Это очень радостная для нас новость, так как мы долго к этому шли. Ранее наши пациенты при диагностировании отслойки сетчатки вынуждены были длительно по времени ожидать свою квоту на операцию. Процесс затягивался, и результаты после операционного лечения, они, конечно, не отвечали нашим желаемым запросам. На данный момент пациент, пришедший в нашу клинику, с отслойкой сетчатки, может получить своевременно эту помощь, и, соответственно, острота зрения после операции может быть достаточно высокой. Подбородочек повыше. Еще, еще, еще. Стоп. Катаракта – распространенное заболевание, заключается оно в помутнении хрусталика глаза. Здесь, в клинике доктора Шаталова, высокопрофессиональные специалисты выполняют микрохирургическое лечение катаракты. Этот процесс мы сейчас с вами наблюдаем. Операция выполняется под местной анестезией. Выполнение микродоступа через микропрокол, соответственно, бесшовная операция. Помутневший хрусталик катаракты будет раздроблен и имплантирована современная, мягкая, высокотехнологичная интраокулярная линза, то есть искусственный хрусталик. Чуть повыше глазом смотрим. Угу. Музыка Ну все, на этом операция закончена, все прошло хорошо. Слышим меня? Хорошо. Когда операция закончена, пациент может спокойно отправляться домой. После ему необходимо выполнять рекомендации офтальмологов и своевременно являться в клинику на послеоперационные осмотры. Музыка Сегодня хотелось бы дать пару советов от офтальмолога на наиболее часто задаваемые нам вопросы. Первый из наиболее частых вопросов касается ношения контактных линз, особенно это касается вопросов, которые задают новички. Как выбрать линзы? Стоит ли начать носить линзы? Какой режим ношения линз выбрать? Вопрос этот на самом деле открыт. Почему? Потому что он абсолютно индивидуален. Он зависит, во-первых, от анатомических особенностей глаза, потому что линзы различаются не только по фирме производителя, не только по времени ношения, но и по качеству материала и по посадке. Поэтому мы всегда призываем первично производить подбор с помощью врача. Это крайне необходимо. Придя в аптеку, вы не сможете подобрать правильные контактные линзы. Чаще всего это является причиной отказа или всевозможных кератитов, которые травматического генеза, то есть механического, когда линзы натирают при неправильной посадке. Почему? Потому что пациент оценивает линзу, приходя в оптику, исключительно по ценовой политике. То есть то, что ему комфортно, это первый момент и второй момент, то, что ему комфортно в плане времени ношения. То есть это либо однодневная, либо это месячная линза. Это неправильно. Первично вы должны прийти к доктору. Доктор должен надеть линзу. Вы должны в этой линзе походить как минимум полчаса, час. Иногда мы отправляем пациента поработать в этот день, вечером прийти на вечерний прием, посмотреть, как сидит линза, все ли комфортно, ничего пациента не беспокоит, нет ли какой-то сухости, покраснений. Только после этого мы выписываем линзы и объясняем, учим, как нужно обрабатывать линзы, как нужно за ними ухаживать. Соответственно, после этого пациент может самостоятельно, ежемесячно или ежедневно подбирать линзы. В плане рекомендаций по времени ношения линз, первое, если вы носите линзы, которые двухнедельные, значит, вы должны строго соблюдать это время, не перенашивать линзы. Максимум день, максимум два. Все. Это закон. Второй момент. Конечно, из рекомендаций самыми комфортными являются однодневные линзы. Вопрос ценовой политики. Поэтому каждый пациент выбирает для себя. Один из наиболее частых вопросов, которые задают нам пациенты, которые обращаются в нашу клинику, можно ли получить бесплатную медицинскую помощь в нашей клинике, если пациент, например, из другого региона Российской Федерации. Да, это возможно. Мы принимаем таких пациентов, мы им очень рады, мы готовы предоставить для них комфортабельные круглосуточные стационары. Очень приятно, что география наших пациентов растет с каждым днем. У нас приезжают пациенты как из Крыма, так и из Сибири, из Челябинска, из Хабаровска. Мы недоумеваем, как люди о нас узнают. Наверное, это все-таки благодарные отзывы наших пациентов. Мы очень рады вас видеть в нашей клинике, готовы провести любые необходимые мероприятия для того, чтобы помочь вам вернуть зрение. Я, Аксенова Валентина Борисовна, пришла сюда, в клинику Шаталова. У меня плохо было с глазами. Один глаз хорошо видел, другой совсем уже не видел. И когда я пришла к Лучкову Михаилу Юрьевичу на прием, он мне сказал, да, вам надо делать операцию, но второй глаз у вас тоже не очень хороший. Я говорю, ничего, я переживу. Мне сначала один сделайте. Сделали мне операцию очень удачно, хорошо. Я как будто увидела другой мир, другой цвет природы. Очень хорошо получилось. И я еще ходила пять лет, но второй глаз у меня уже совсем ничего не видел. Я видела одним глазом. Пришла опять на прием к Екатерине Олеговне. И у меня уже краснота того глаза, который была операция. Она сказала, это напряжение, и вам надо делать второй глаз. Я говорю, ну, вы знаете, у меня возраст такой, и я, наверное, проживу как-нибудь. Она говорит, а вы знаете, а никто не знает, кто сколько чего проживет, но вам надо делать операцию. Давайте попробуем. И я попробовала. Сделали мне операцию. Слава Богу, удачно. Клиника очень хорошая. Коллектив здесь замечательный. Еще одна тема, которая остро стоит перед нашими пациентами, это ежедневная работа за компьютером, длительное использование гаджетов, вопрос, который беспокоит наших пациентов, что же нужно делать для того, чтобы не снизилось зрение при нашей интенсивной работе с компьютерами. При длительной работе за компьютером, а также частом использовании гаджетов, мобильных телефонов, всевозможных планшетов, мы должны пользоваться несколькими правилами. Первое правило – соблюдайте режим зрительной нагрузки. То есть, если вы работаете длительно за компьютером, во-первых, в комнате должно быть хорошее освещение, дневной свет. Второе – поставьте свой компьютер напротив окна, для того, чтобы проезжающая машина, пролетающие птицы отвлекали ваше внимание, и вы немножко переключались с дальнего расстояния, на близкое и наоборот. Это самая лучшая зарядка. Можете поставить меточку на стену, если у вас нет окна, или какую-то повесить любимую картину, фотографию ваших родственников. Вы также будете отвлекаться, ваше внимание будет немножко перенаправлено на другое фокусное расстояние, и мышцы глазные будут расслабляться. Кроме того, ежедневно после работы делайте гимнастику. Это всегда полезно. Гимнастика доступна как у нас на сайте, так и в интернете. Любые упражнения, они улучшают трофику, они улучшают кровоснабжение органа зрения, соответственно, расслабляют мышцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова